Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Джон Эверест Милли «Офелия» или «Смерть Офелия». Картина английского художника Джона Эвереста Милли, завершенная в 1852 году. В основе картины лежит сюжет из пьеса Шекспира «Гамлет». Возможно, это самое заметное изображение Лиззи Сидал. Художнику было 22 года, и он, как и многие молодые люди, в его времени буквально бредил о егидарной трагедии Шекспира. Он выбрал момент, когда Офелия, наполовину погруженную в воду, поет, и старался как можно точнее передать все нюансы, описанные в монологе королевы Гертруда. Есть ива над потоком, что склоняет седые листья к зеркалу волны. Туда она пришла, сплетя в гирлянды крапиву, лютик, ирис, орхидея. У вольных пастухов грубее их клички, для скромных дев они персты умерших. Она старалась по ветвям развесить свои венки. Коварный сук сломался, и травы, и она сама упали. В родающий поток ее одежды, раскинувшись, несли ее, как нимфу. Она, меж тем, обрывки песен пела, как если бы не чуяла беды, или была созданием рожденным. Стихии вот так длиться не могло, и одеяния, тяжело упившись, несчастную от звуков увлекли в трясину смерти. Для сцены смерти Офелия Милис выбрал живописный речной уголок, художник был с юмором, вспоминал, что сам едва не утонул работать на этом полотном. Написанные им цветы никак не могут цвести одновременно, но они подворны в полном соответствии с текстом Шекспира. Цветы раздавала всем сошедшая с ума Офелия, прежде чем отправиться к реке и объяснила значение каждого цветка. Маргаритки символизируют боль, целомудрия, обманутую любовь. Маки – традиционный символ смерти. Камыш, очевидно, художник рисовал с натуры, стараясь передать мельчайшие подробности. Некоторые тростинки еще живы, но большая часть сломалась, засохлась или покрылась бурыми пятнами. Все это признаки смерти. Рама картины Вита Плющом. Плющ в викторианскую эпоху символизировал женское начало, которому нужен дуб, мужское начало, чтобы объяваться вокруг него. Плющ также ассоциируется с меланхолией. Фигуру девушки Милис писал уже после того, как закончил речной пейзаж. В мастерской в зимний месяц он купил для Елизабет в антикварной лавке старинное роскошное платье. И девушка позировала художник, часами лежав к ванне с теплой водой. К сожалению, позирование обернулось для нее серьезным ухудшением здоровья. Однажды отказали лампы, которыми подогревали воду в ванне. Милис, поглощенный работой, ничего не заметил, а девушка не стала жаловаться. В результате обострелись мучавшей Лизе чахотка, а отец Лизе обвинил Милиса под уроном здоровья дочери и заставил его платить все счета от врачей. Ну вот, такое описание картины о филии художника Джона Эвереста Милиса я нашел в интернете. Здесь позировала знаменитая Елизабет Элеонор Сидал и, как ее называли, Лизе Сидал. Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего.